Буквально в среду правительство России представило Владимиру Путину план антикризисных действий. По сообщениям федеральных информагентств, глава государства его одобрил. А сегодня в столице Чувашии собрались представители сообщества финансистов России и финансовых ведомств регионов. Основной вопрос в повестке дня – на чем сэкономить, чтобы выполнить все бюджетные обязательства. Чувашия, как и большинство других субъектов страны, регион дотационный. Таковым в ближайшее время предстоит и затянуть пояса потуже. Все социальные выплаты, которые запланированы на федеральном уровне, на региональном, на местном, они должны осуществляться, это незыблемая позиция. Все остальные позиции можно рассматривать, но самое главное, чтобы удалить те расходы, которые являются действительно неэффективными, те, которые не очень имеют приоритетное направление, назначение. В каждом конкретном случае это индивидуальные подходы. Это могут быть какие-то объекты, которые еще не начаты строительством, они запланированы, но они не имеют вот такого первостепенного значения. И можно отложить их, предположим, на потом. Это могут быть какие-то расходы, связанные с излишествами и в оплате труда, в том числе аппарата какого-то. Это могут быть какие-то излишества на мероприятия. И расходы на аппарат государственных служащих сократили, и штаты в разных учреждениях оптимизировали. Переэкономить скоро станет просто не на чем, отмечают представители правительства регионов. Вологодская область находится в очень сложном положении, поскольку за последние годы экономика потеряла большую доходную часть бюджета, и поэтому у нас ситуация непростая. И начиная с текущего года уже мы подготовили антикризисную программу. Антикризисная программа включает в себя несколько направлений. Это, прежде всего, поддержка предприятий экономики, области. Но здесь, конечно, возможности у нас маленькие, не как на федеральном бюджете. Мы можем поддержать небольшими субсидиями малый бизнес, средний бизнес, сельское хозяйство. В Чувашии подход к формированию республиканского бюджета, что называется, консервативный. Иными словами, при его формировании изначально исходили из вероятности не самые благоприятные ситуации в экономике. Это позволяет выполнять бюджетные обязательства и экономить нам не привыкать. В целях сокращения неэффективных расходов была проведена работа по оптимизации сети госучреждения. Это дало нам 197 миллионов рублей. Обеспечение экономии по госзакупкам – 488 миллионов. Решение социальных вопросов за счет небюджетных источников также позволило нам сэкономить бюджетные расходы почти на 53 миллиона рублей. Светлана Янилина отметила, на чем мы точно не будем экономить, так это люди. Глава республики подтвердил – это наш самый ценный ресурс. Все макроэкономические показатели по итогам прошлого года мы завершили лучше, чем 2013 год, несмотря на сложности. В последние годы мы очень много выделяем внимания для того, чтобы воспитать достойно наше молодое поколение. И ключевым инструментом в этой сфере у нас был и остается эти инвестиции человека. Помимо экономии, курс Чувашия возьмет и на более активный поиск источников дополнительных доходов. Специалистам предстоит придумать, как эффективнее использовать республиканское имущество и земельный фонд увеличить налоговое поступление. Продолжение следует...